Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях в Чувашии прямо сейчас. 23 июня – ключевой день Чебоксарского экономического форума. В Ледовом дворце Чебоксары-арена эксперты, политики, представители бизнеса, все участники круглого стола цифра в действии и обсуждали переход от теории к практике. Чебоксарский экономический форум – главная тема цифровизации. Здесь можно увидеть как больших роботов, вот, например, андроид, так и маленьких. Вот этот вот щенок, его зовут Айба, он узнает хозяина в лицо и понимает команды, правда, только на английском языке, и стоит полмиллиона рублей. Родина щенка-киборга – страна восходящего солнца, влюбляет в себя с первого переключения тумблера. Могу я ее погладить? Да, конечно, у нее есть специальные датчики, смотрите, на спине и также на голове. Ой, она даже звук издает, как щеночек. Да, все верно. Также она понимает различные команды, но, к сожалению, только на английском языке. Какие команды? Давайте покомандуем. Давайте попробуем. Айба. Дэнс. Видимо, Айба решил капризничать и не сразу реагировал на команды. Электронный мозг успел привыкнуть к хозяину. Мы для него оказались чужими. Айба, Сиддау. Она правильно отреагирует? Нет, нет. По-моему, мы сломали собаку. Одна из площадок форума посвящена туристической экосистеме. Ее разработали специально для столицы Чувашии. Команда правительства прошла обучение в Сколкове. Как у вас дело? У меня великолепно, а у вас как? Не ждите, пока наступит шанс. У меня отлично. Роботы задорно споют и забавно спляшут. И никто не догадается, что на самом деле они выполняют важную работу. Эти роботы на работе. Распознают тех, кто замышляет что-то неладное. Температура тела, пульс, даже мимика. Все под контролем. Я роботу дам. Только мне ты подойдешь, интересно время проведешь. Между тем, роботы это лишь малая часть цифровых кейсов, которые уже внедряют в российских регионах, обсуждают в столице Чувашии. Цифровизация большого количества эффектов. Они абсолютно разные. И могут выражаться как в изменении ВРП, производительности труда, в изменении облика территории. Так и на все начинается естественно с трансформации сознания. Мир развивается быстрее, чем мы сами. К сожалению, скорость на сферы таким образом устроена. Поэтому важно смотреть международный опыт, важно смотреть лучшие практики региональные. И важно как можно быстрее делать процесс формата go-to-market по внедрению цифровых решений, вообще любых своих идей, которые приходят в голову. Я вижу, что Чувашская республика сейчас на самом деле это может. Особый эффект от цифровых технологий и заключается в том, что мы можем его реализовывать быстро. Киборги захватят планету, переживают скептики. Но сейчас, заверяют эксперты, мы находимся на этапе, когда человек еще может не просто управлять, а подчинять себе технологии. Главное не упустить этот момент. И здесь важно учить еще в школе работать с искусственным интеллектом. Во многом на самом деле тут нужно, чтобы сами ученики были к этому готовы. Обладали определенными компетенциями, области математики, программирования. А инструментов, которые необходимы для того, чтобы эту историю максимально эффективно как-то использовать, они есть. И они достаточно распространены. Нет необходимости ставить какие-то большие влечительные кластеры для того, чтобы все эти обучать. Есть целые системы, коллабы какие-либо, тот же самый Сбербанк, Аристафари, Google коллаб, Amazon Cloud. То есть необходим просто компьютер доступ к интернету, по большому счету. А все остальное, то сугубо инфраструктура вся для этого есть. На Чебоксарском экономическом форуме заявлено три трека. Пути, территории, технологии, люди. Но в центре, как ни странно, технологии, которые помогают думать и действовать по-новому. В Чувашии сейчас определили 15 отраслей, в которых в ближайшее время произойдет трансформация. Нас ожидает глобальное изменение, я думаю, в Чувашии, в какие-то ближайшие буквально годы. Для этого мы работали всем правительством над стратегией цифровой трансформации. Мы ее уже на самом деле написали и сделали. Все остались формальные моменты. Мы готовы будем ее всем представить, учесть мнение наших жителей, при необходимости доработать и определить совместно те приоритеты, куда прежде всего нужно направить свои усилия. Первые результаты форума уже есть. Развивать и продвигать идею будет новый институт, созданный в Чувашии. Мы на кабинете министров приняли решение о создании агентства институционного развития. В принципе, это инструмент и, в принципе, это тот институт, который будет заниматься конкретным одним направлением, которое здесь обсуждается. Отдельным институтом, а также вновь создано будет институт пространственного развития территории. По сути, это комплексное развитие территории. Новые институты, считает министр экономического развития Чувашии, позволят сделать первый ход в этой партии. Классика жанра Е2-Е4, ответный за обществом. Какие партии более популярны вот сейчас на экономическом форуме здесь? Ну, имеется в виду дебют или что? Ну, дебют, да. Ну, играет фрезевой гамбит, королевский гамбит, очень активный. А кто играет? Вот кто приходит? Специалисты или обычные? Ну, вот я играл с изобретателем. Да, как ему фамилия сейчас скажу. Изобретателем такой. Могут, я свою разведку. Здесь вы такая сфамилия у него интересная. Владимир Батленов. Вот, изобретатель. Кто выиграл? Вы или он? Ну, преимущество было у меня, мы согласились на ничью. В этой шахматной партии на поражение ничья превратилась в победу. Участники Чебоксарского экономического форума, подобно гроссмейстерам, просчитывают свои ходы с перспективой на несколько лет вперед. Национальный проект «Цифровая экономика» в действии. Татьяна Молокова, Республика. На площадке регионального этапа национальной премии «Бизнес-успех» 15 молодых, креативных, амбициозных предпринимателей представили свои программы. Всего было 6 номинаций. Оценивались лучшие молодежные, женские, производственные, сельскохозяйственные проекты, а также в сфере торговли и услуг. Особая номинация – «Народный предприниматель». Станислав Басников – один из участников. У нас микроэлектроника, мы занимаемся новыми технологиями. Сегодня я конкретно презентовал зеленую энергетику. Скоро у нас вся отрасль движется к тому, что мы будем отказываться от вредных производств, от бензина, от дизеля. В любом случае будем двигаться в сторону электро. Сейчас уже во многих даже городах, кроме Чебоксар, очень уже развивается сеть электрозаправок, например. И, соответственно, это еще экономит для обычных людей деньги их, потому что будет намного экономичнее. Получается, вот, соответственно, это не будет бить по семейному карману уже. Вот мы хотим здесь, в Чебоксарах, также развить нашу вот эту инфраструктуру полностью. Так как наши предприятия входят в электрохимический кластер Чувашской республики, у нас здесь очень много предприятий, которые нам могут помочь даже в реализации этого проекта. Эксперты на площадках делились опытом, обсуждали передовые технологии, которые смогут вывести экономику региона на новые платформы. На языке цифры теперь будут говорить образование, культура и туризм. Мы подписали соглашение с республикой Чуваши по развитию регионального туризма. В рамках этого соглашения банк представит ряд цифровых аналитических сервисов, а также консультационных сервисов, которые помогут развить туристическую инфраструктуру региона и организовать механизмы финансирования развития туризма. На пленарном заседании экономического форума лучшим предпринимателям региона были вручены премии «Бизнес-успех». Само заседание длилось несколько часов. Федеральные эксперты, представители регионов обсуждали лучшие практики трансформации, делились опытом и отмечали проблемы. Сама тема форума настолько обширна, что к ней мы будем возвращаться еще не раз. О том, как могут и должны измениться российские города, говорили ведущие эксперты в отрасли строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Примеры развития рассмотрели на площадке форума «Умная трансформация городской среды». Развитая инфраструктура, удобные белые самокатные дорожки, соединяющие весь город, безбарьерная среда, отсутствие визуального шума и, конечно, озеленение и чистый воздух. Именно этого хотят современные горожане. Стратегия «Умная трансформация городов» объединила все регионы, но каждая из них вправе идти по своему пути. Поэтому так важен обмен опытом и наработанными практиками. Вместе с жителями, вместе с предпринимателями мы очень долго, на протяжении, наверное, полугода общались, разрабатывали свой дизайн-код. И Минстрой не раз подчеркивал, что подобная практика, она, конечно, бесценна. Когда малые города, побеждающие в конкурсе «Минстрой России» малых городов, исторических поселений, помимо сдачи качественных, хороших объектов, все и презентуют дизайн-код. Таким образом, мы можем видеть именно комплексное развитие территории. Я думаю, что у республики есть те же самые возможности. Мы поделимся нашими наработками. У республики очень большой потенциал и в сфере развития общественных пространств, и в сфере развития дворов, например, дворовых территорий. Подробные планы развития прописываются с участием жителей. Один из примеров – всенародное голосование по благоустройству на своих территориях. Теперь предстоит детально прописать, каким образом будет трансформироваться тот или иной объект. Глав один на один оставлять нельзя. Нужно помогать, нужно разбирать, нужно синхронизировать все деньги, которые приходят на территорию. Еще на стадии проектирования важно работать со всеми инстанциями и застройщиками, чтобы новое пространство отвечало всем требованиям безопасности и комфорта, в том числе и для маломобильных групп населения. К проектированию городской среды подходим совершенно новым взглядом, исходя из современных реалий. Мы понимаем, что будущим жителям очень важно не только качество самого дома, но и качество того пространства, в котором они будут проводить большое количество времени. Наша республика, был опубликован рейтинг, мы занимаем достойные позиции, уже даже на текущий момент в этом рейтинге обустройства городской среды. И считаю, при участии властей всех уровней у нас есть шанс войти и в пятерку городов по уровню благоустройства городской среды. Применяя опыт больших городов, где уже запущена работа по умной трансформации, реализуя местные инициативы, по мнению экспертов, можно добиться ощутимых результатов. Наталья Мальчикова, Александр Отяков, Республика. В праздничные дни глава республики Олег Николаев провел ряд рабочих встреч с гостями, приехавшими на День республики. Речь шла о взаимодействии и партнерских отношениях в разных сферах экономики, финансов, культуры и туризма. Чуваша и Беларусь – давние партнеры. День республики связывает многолетнее сотрудничество в области сельского хозяйства, машиностроения и образования. В частности, речь идет о продлении соглашений на поставку сельхозоборудования белорусского производства. Об этом говорит экономика, об этом говорят цифры. За 2020 год у нас товарооборот составил 111 миллионов долларов. Мы немножко просили в 2020 году, но это, я думаю, связано с пандемией. Объективно. Но, тем не менее, 4 месяца 2021 года говорят о том, что ситуация исправляется. Поэтому вот эти отношения, вот эти связи, вот эти визиты мы будем продолжать, мы будем их наращивать. Отдельно обсудили перспективы в сфере высшего образования. По мнению сторон, настало время усилить научно-исследовательскую составляющую, в частности, в области селекции. Очень важно, считают обе стороны, создать на территории республики филиалы или торговые представительства республики Беларусь, усилить ярмарочную деятельность. На встрече с заместителем председателя правления публичного акционерного общества Сбербанка Анатолием Поповым речь шла о продвижении единой цифровой платформы для государства. Сбер активно в этом участвует. Республика Татарстан и Московская область уже присоединилась к этому проекту, заводя на платформу поэтапно свои сервисы. В одиночку регионам сложнее решить эту масштабную задачу, считает Анатолий Попов. Кроме того, обсудили возможность концессионного соглашения в области строительства школ. Такой опыт уже есть в Ханты-Мансийском округе. Нам надо построить не менее 9 школ еще. Это просматривается 9 школ, а может быть даже 10. И здесь, очевидно, остается еще поле для деятельности. И мы намерены и готовы использовать все современные подходы, которые, прежде всего, ускоряют процесс доведения этих благ до их пользователей. То есть до школьников, до родителей. А вчера Олег Николаев встретился с первым вице-президентом корпорации «Синергия» Ольгой Грищенко. Речь шла о работе в рамках соглашения, подписанного Олегом Николаевым с руководством компании на полях Питерского международного экономического форума. Корпорация «Синергия» – одна из структур, специализирующихся на помощи отечественному бизнесу. Помимо услуг по проведению форумов, фестивалей, переподготовке кадров по востребованным специальностям, компания готова активно содействовать продвижению предпринимателей «Чувашии», публикуя информацию о них на специальных ресурсах. Они будут размещаться на федеральном портале, определенное время чередоваться и таким образом привлекать как минимум российские заказы в моменте. Но через год платформа уже будет запущена на 40 языках, и я полагаю, что таким образом они в том числе могут получить дополнительное развитие в международном рынке как профиль для инклюзива. Она специфичная, это не для маркетплейсов, такая скорее бизнес. Социальный бизнес редко туда пробивается вообще, поскольку необходима дополнительная экспертиза. Я думаю, это поможет социальным предприятиям в том числе. Корпорация «Синергия» обладает и широкими компетенциями в развитии туризма и готова поддержать предпринимателей, работающих в этой сфере. Сегодня же в республику с рабочим визитом прибыл председатель промсвязьбанка Петр Фродков. Напомним, в прошлом году кабинет министров «Чувашии» и промсвязьбанк заключили соглашение о комплексном сотрудничестве. Этим летом банк планирует построить в столице Чувашии центр уличного баскетбола. Все совместные проекты, которые промсвязьбанк и правительство Чувашии намерены реализовать в республике, направлены на социальное развитие региона, повышение качества и доступности банковских услуг. У нас большой спектр проектов, как я говорил, мы их делим глобально на три части. Еще раз говорю, это предприятия оборонно-промышленного комплекса. С одной стороны, сопровождение гособоронзаказа этих предприятий. Это финансирование предприятий малого и среднего бизнеса. Например, в рамках антикризисных мер, которые были реализованы в прошлом году, банк занял здесь второе место по объему поддержки подобного рода предприятий. Ну и, конечно, вопросы, связанные с поддержкой сотрудников этих предприятий, ипотечной программы. В общем, по всему спектру задач, которые стоят перед республикой. Сегодня Промсвязьбанк обеспечивает финансовую маневренность крупнейших предприятий Чувашии. Активно развивает ипотечное и потребительское кредитование. Участвует в приоритетных проектах социально-экономического развития. Я знаю, вы по линии социально-машиностроителей взяли ответственность за Чувашскую республику. Для нас это очень почетно. И, скажем так, вселяет дополнительную уверенность, что мы добьемся больших успехов. Одним из тех промышленных предприятий республики, которые активно пользуются преференциями от Промсвязьбанка, является концерн «Тракторные заводы». Во многом, благодаря партнерству с банком, заводы находятся на подъеме. Особенно в прошлый ковидный год там была оказана существенная поддержка с точки зрения лизинга. То есть мы нашли покупателей именно под финансирование Промсвязьбанк лизинга на наши вагоны. Это позволило нам перезапустить производство, которое в начале ковидной истории было остановлено. Кроме этого, у нас реализуется совместный зарплатный проект. И мы обсуждаем на базе этого зарплатного проекта как раз еще дальнейшем ипотеку, еще какие-то льготные инструменты, которые будут доступны именно нашим работникам. Промсвязьбанк активно поддерживает малое и среднее предпринимательство. Фотопроект «Бизнес в объективе» наглядно это иллюстрирует. Вот такое лицо у современного предпринимателя. Все герои выставки являются клиентами ПСБ и вносят существенный вклад в развитие своей сферы деятельности, а значит экономики Чувашии. В столице Чувашии стартовал предолимпийский чемпионат России по легкой атлетике. Соревнования продлятся до 27 июня. Эти испытания – заключительный этап отбора на Олимпиаду в Токио. В торжественной церемонии открытия принял участие министр спорта Российской Федерации Олег Матыцын. На торт. Внимаю, да? Здесь жарко и в прямом, и в переносном смысле. На Олимпиаду хочет попасть каждый спортсмен, так что страсти наколены. Да и погода подливает масло в огонь. 30 градусов тепла, и это в тени. Первыми на дорожке появились мужчины-десятиборцы, сразу за ними женщины. Всего же в рамках чемпионата России разыграют 42 комплекта наград. Но на Олимпиаде в Токио смогут выступить не более 10 отечественных легкоатлетов, имеющих нейтральный статус. Тренерский штаб сборной рассчитывает 28 июня огласить фамилии олимпийцев. Верим в том, что наши спортсмены, выдающиеся спортсмены, они достойно выступят на Олимпийских играх. И это еще дополнительный импульс даст развитию российской легкоатлетики. Республика уже имеет в своем активе много достижений. Надеюсь, такой импульс, он сохранится в дальнейшие годы. И в следующий приезд у меня еще больше будет позитивных эмоций, чтобы с вами поделиться и гордиться достижениями вместе. Олег Матыцын провел семинар-совещание с участием представителей субъектов страны по вопросам реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Профильное министерство запланировало серию подобных встреч и обсуждений во всех федеральных округах России. Основная задача – получить обратную связь от населения. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Александр Атеков. Республика. Сегодня же Олег Матыцын обсудил с тренерами Чуваши вопросы подготовки молодых спортсменов. Одна из самых актуальных проблем – отсутствие связи между спортом и образовательной системой. Прежде тренеры ходили по школам и искали перспективных ребят. Практически все участники встречи, включая самого министра, в свое время так и попали в спортивные секции. А сейчас эта связь нарушена. Надо идти в школу, надо не ждать. Тем более сейчас мы видим, какая конкуренция среди всех видов спорта. И если будет ждать, то просто потом дети, сейчас ранее специализация, они могут уйти в другие направления. Ну и тоже правильно это будет стимулировать, я уверен, учителей физкультуры более заинтересованно уже эти таланты отыскивать и внимательнее подходить к детям на уроках физкультуры. Олег Матыцын отметил, что сейчас Минспорта добивается возможности контролировать количество бюджетных мест в учебных заведениях, которые готовят будущих тренеров. Поскольку эти вузы находятся в системе образования, эта работа ведется недостаточно согласованно. Руководитель спортивного ведомства поддержал предложение тренеров Чувашии о создании в республике экспериментальной площадки по подготовке резерва для сборной России по легкой атлетике. В Чебоксарах прошел Кубок Чувашии по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. 23 команды с помощью комплексного бизнес-симулятора моделировали деятельность предприятия в условиях конкурентной среды и принимали управленческие решения для достижения цели. Вот так, сверяя цифры на калькуляторы, а затем в симуляторы команды просчитывают каждое бизнес-решение. Среди участников как уже действующие предприниматели и управленцы, так и студенты. Многие здесь участвуют, чтобы проверить свои силы, а потом применить знания на практике. Дмитрий Сафронов считает, что эти соревнования учат работать в команде, подчиняться решению лидера и просчитывать идею на несколько шагов вперед. В рамках игры мы должны продвинуть инвестиционную привлекательность компании, следить за всеми финансовыми отчетами, следить за удовлетворенностью сотрудников и так далее, ставить цели и задачи, не работать на склад, грамотно работать, уметь работать с ценой. Помогает сплоченность. У нас есть один лидер, капитан команды, мы его выбрали. Мы, он, как говорится, предлагает идею, и мы ее поддерживаем, развиваем. Важно, что независимо от итогов участник оценивает свои профессиональные компетенции. За два дня команды приняли более 300 решений, которые в разной степени были успешными. Все участники Кубка Чуваши войдут в кадровый резерв и, возможно, в будущем управленческую команду. Как отметили организаторы, эти соревнования входят в линейку управленческих конкурсов Организации «Россия – страна возможностей», соглашение с которой было подписано на полях МЭФ-21. Лучшая команда представит Чувашскую республику на национальном финале Global Management Challenge в сентябре 2021 года в Нижнем Новгороде. Татьяна Молокова, Игорь Зверев, Республика. Столица республики сегодня принимает гостей со всех регионов страны. В Ледовом дворце Чубоксара-арена открылась выставка региона сотрудничества без границ. У выставки уже большая интересная история. Есть проверенные партнеры, приезжающие годами. Есть новички, которые только стремятся выйти на новые рынки сбыта. Промышленные предприятия, представители среднего и малого бизнеса, сельская кооперация демонстрируют свой потенциал и налаживают связи. Безусловно, в реальность сектора экономики приходят цифровые технологии, правда, не так быстро, как бы хотелось. Для кого-то это уже норма, для кого-то только будущее. На площадке инноваций в области искусственного интеллекта гостей встретил необычный персонаж. Робот копирует поведение животных. Стоимость питомца с искусственным интеллектом оценивается в 9 миллионов рублей. Для изучения развития искусственного интеллекта в столице республики планирует создать центр компетенции в сфере высоких технологий, представительство ассоциации. Сегодня в рамках рабочих встреч заключен ряд соглашений. Документы о сотрудничестве подписали глава ЧУВАШ Олег Николаев и президент Ассоциации по развитию искусственного интеллекта Роман Васильев. Соглашение подразумевает создание партнерских отношений. Стороны готовы совместно развивать инновационные проекты и продвигать интересные научно-исследовательские разработки в области искусственного интеллекта. Еще один договор о сотрудничестве подписал кабинет министров республики научно-исследовательский институт «Восход». Соглашение направлено на развитие цифровой экономики, на создание инновационных решений для предпринимательского сектора. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Юрий Марков, Республика. С каждым годом набирает обороты межрегиональный фестиваль «Гостеприимная Чувашия». В прошлом году из-за пандемии фестиваль прошел онлайн. На этот раз участники встретились лично. Чувашия, Башкортостан, Перим – всего 11 команд из разных регионов страны и районов республики. Шедевры многонациональной кухни от мастеров своего дела. Разнообразие меню поражает воображение. Судов очень много. У вас именно узбекский? Именно узбекский, да. Именно узбекский. Есть ташкентский, самаркандский, ферганский. То есть они готовят немного с изменениями, исходя из тех продуктов, которые у них есть. В программе фестиваля розыгрыши и конкурсы. Очень здорово, что здесь растет количество участников. И есть интерес и представителей других национальных кухонь участвовать. Каждая нация, каждый народ, конечно же, прежде всего, гордится своим родным языком, культурой. Ну и, конечно же, национальной кухней – это неотъемлемая составляющая представления той или иной национальности или народа. Когда здесь собираются искусственные мастера своего дела, несомненно, это очень здорово, когда вы собираетесь, общаетесь. Конкурсная программа завершилась с грандиозным Open Kitchen Show. Желающие могли поучаствовать в мастер-классах по приготовлению блюд. И даже попробовать, например, освоить рецепт чувашского супа «Какайшурпи». Победителя объявят чуть позже в категориях профессионалы и юниоры. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Юрий Марков, Республика. В этнокомплексе Амазония с утра развернулась Русь-мастеровая. Наш конкурс народных промыслов давно вошел в культурный календарь России и проходит, можете себе представить, в 19-й раз. Мои коллеги заглянули на эту симпатичную территорию культуры, которую обживают 38 мастеров из разных уголков России. Это вышивка наша традиционная, Владимирский шов. Основной цвет красный, праздник, радость, любовь. Под руками мастериц расцветают на полотне различные узоры. Переливаются начищенные монеты на главных уборах. Улыбаются куклы ручной работы. Заливаются разными голосами глиняные свистульки. В городе мастеров всегда есть чему подивиться. Мы приехали сегодня на выставку с Аликовского района специально посмотреть на художественные творчества, которые можно позаимствовать. У меня большая мечта заняться гончарным творчеством. Я как раз сегодня увидела, долго снимала съемки дел, мне очень понравилось. Конкурс мастеров народных промыслов – один из самых главных пунктов праздничной программы Дня Республики. Лишь в прошлом году по понятным причинам он прошел онлайн. И сегодня заскучавшим за два года ремесленникам не терпится помериться творческими силами. В единстве силы и красота по таким девизам проходит в этом году конкурс «Русь мастеровая». Ваши яркие творческие проекты, ваши яркие работы пополнят и нашу копилку. Спасибо вам за то, что вы здесь. Успехов вам и пусть победит сильнейший. В течение двух дней ремесленники будут выполнять творческие задания по специальной программе. Победителей конкурса традиционно назовут 24 июня на главной сцене «Чебоксар». У каждого участника одинаковые стартовые позиции, привычные материалы, знакомые им технологии. Я дальше только фантазия. Каждый его концерт единственный, поэтому эксклюзивный. Композитор, скрипач Алексей Айги выступил в столице Чувашии вместе со своей группой 433. Юлия Важенина встретилась с музыкантом до концерта и узнала, что он подготовил для зрителей. И какие чувства он испытывает, приезжая на родину своего отца, народного поэта Чувашии Геннадия Айги. Десятки порцитур и около ста саундтреков Алексея Айги вместе с ансамблем 433 знают не только в России, но и за рубежом. А его композиции к фильму Валерия Тодоровского «Страна глухих» в конце 90-х перевернули музыкальную жизнь России. Выступление композитора славится импровизацией. Бывает, что даже за час до концерта музыканты могут поменять репертуар. Я еще не знаю, чем будем играть сегодня. Да, дело в том, что у нас заболел один музыкант. И мы будем прямо на ходу что-то придумывать. Когда кого-то не хватает, остальные берут на себя больше нагрузки. Они все стараются и прям так как бы вгрызаются. В общем, ну да, ты чувствуешь ответственность, надо и за себя, и за другого парня, в общем, сыграть. Поэтому я надеюсь, что концерт будет хороший. Алексей на родине бывает не часто. Это последний раз в декабре, а до этого шесть лет назад. Поэтому ценители искусства нашей республики стараются не пропускать его концерты. Была сколько лет назад? Лет пять назад. И мне очень вдохновило. И что я захотела еще раз побывать. Это уровень высочайший. Даже и говорить об этом нечего. С удовольствием ходим и слушаем, и наслаждаемся. Так что всегда рады, когда он приезжает нечасто, к сожалению, это бывает, да. Для меня сегодняшнее мероприятие нисколько посвящено, может быть, сегодняшнему герою, так, а сколько его отцу. И мне кажется, его сын является достойным продолжателем таланта. Видел его концерты в Москве. Они произвели на меня неизгладимые впечатления. Вот уже 27 лет Алексей выступает вместе с группой, которую сам же организовал. Особенно запоминается название 433. Это отсылка к произведению Джона Кейджа с одноименным названием. Ровно столько, 4 минуты 33 секунды, длится композиция, во время которой ничего не происходит. Абсолютная тишина. Это такой символ современного искусства, да, как бы новых горизонтов музыки. Поэтому, что мы далеко очень от Кейджа ушли, и это совершенно не тишина 4 минуты, а очень громкой музыки. Но название осталось. Сейчас музыкант работает сразу над несколькими проектами, а совсем недавно у него вышел новый альбом. Кстати, большинство композиций на концерте – оттуда. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика. О творчестве, курьезных моментах и планах Алексей Айги рассказал Юлии Важениной в своем интервью. Смотрите в эфире Национального телевидения 25 июня в 20.30. Завтра в День Республики подведут итоги республиканского конкурса «Я – женщина». На Красной площади пройдет торжественное награждение победителей. Ожидается, что в столицу приедут все 352 участницы. На протяжении всей деятельности я занимаюсь краеведением. Умение совмещать домашний быт с профессией и общественной работой – главное условие для участниц. Таких оказалось немало. Заявки поступили и от бизнесвумен, и от сотрудниц социальной сферы, и от представительниц промышленности и аграрной отрасли. В каждом направлении определены победители в различных номинациях. Я уверена, что именно эти женщины так или иначе дальше будут способствовать развитию муниципалитетов, своих организаций, потому что они почувствуют вдохновение, оказавшись на сцене. Это будут красивые женщины, это будет море аплодисментов, это будут интересные подарки, это будут, я думаю, восторженные взгляды мужчин. Этот конкурс вызвал большой интерес у жителей Чувашии, отмечают организаторы. Больше 380 тысяч просмотров и 60 тысяч голосов. Награждение победителей можно будет увидеть в прямом эфире на нашем телеканале 24 июня в 4 часа дня. Ольга Алексеева, Павел Рядков, Республика. Это были главные новости среды 23 июня. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии.